вязать шапку я буду из пряжи ланагата зеленый цвет это коллекции меринокот и цвет 13569 в одном мотке 50 грамм и мне нужно будет 2 мотка и неоновый цвет ярко-салатовый это пряжа тоже ланагата но здесь уже в этой пряжи 100 грамм и один моточек фактически получается одного цвета 100 грамм и 2 цвета 100 грамм но из 100 грамм ярко-неонового у меня остается еще вот столько и зеленого вот столько то есть если вы решите сделать из этой пряжи помпон то остатков после вязания шапки будет достаточно вязать шапку буду на спицах номер пять и это круговые спицы длина от кончика до кончика 40 сантиметров также мне понадобится чулочные спицы у меня был размер три с половиной его будет достаточно там ими нужно будет совсем немного провязать также крючок маркер ну и ножницы конечно раппорт узора составляет 24 петли и высоту 38 петель высоту один раз повторяется и в ширину у нас 4 раппорта и нигде не видно переходов и очень красиво узор ложится при вязании в две нити так шапочка выглядит до вт и он и вот так выглядит шапка после этого и еще я нашла вот такой помпончик он зеленый не скажу что он сто процентов подходит по цвету но выбор из зеленых помпонов он не такой большой так что вот будет вот такая шапочка вот с таким прикольным помпончиком пушистым на спицы обычным способом набираем 97 петель набрали 97 петель и проверяем вот у нас идет хвостик и это нить от клубка значит она должна у нас быть сверху и теперь мы замыкаем вязание в круг для этого петлю с левой спицы перебрасываем на правую а с правой петлю сбрасываем далее подтягиваем петельки и для того чтобы у нас красивый наборный край был с лицевой стороны мы вязание переворачиваем вот у нас получается хвостик и внизу нить от клубка далее ставим маркер и вяжем первый ряд узора и вязать мы будем резинкой один на один поэтому провязываем одну лицевую одну изнаночную изнаночную провязываем обычным способом это у нас будет только в первом ряду во втором и последующих мы изнаночную будем провязывать по-другому и далее вяжем чередованием 1 лицевой и 1 изнаночной петли начинали мы с лицевой петли и закончили изнаночной петлей далее второй ряд мы будем провязывать следующим образом лицевую петлю так же как и провязывали в первом ряду а изнаночную мы будем провязывать за заднюю стенку лицевая изнаночная лицевая изнаночная и таким образом чередованием лицевых и изнаночных петель мы вяжем на необходимую нам высоту и провязываем 27 рядов место где у нас было замыкание вязание в круг я оформила вот такой биркой видео как я это делаю я оставлю в описании к видео так и далее переходим на другую нить я довязываю последнюю изнаночную петлю переснимаю маркер и ввожу новую нить и далее по кругу все петли провязываем лицевыми там где изнаночная лицевую провязываем за заднюю стенку вот таким образом и так вяжем по кругу до маркера я убираю маркер и первую петлю там где у нас была провязана другим цветом салатовым я петлю провязываю не вот так за первую петлю а за петлю в нижнем ряду есть и получается эта петелька сброшена и таким образом получается что неоновым салатовым цветом мы провязываем всего 5 рядов один ряд у нас уже провязан и провязываем еще четыре ряда и на данном этапе если мы подтянем нитки с изнаночной стороны то у нас практически не видно перехода от цвета к цвету и стараемся эти петли очень сильно не пережимать то есть вяжем свободно и по окончании этих пяти рядов мы перейдем на спицы номер пять для тех кто вяжет по кругу довольно туго можно уже на данном этапе перейти на спицы номер пять далее переходим на вязание жаккарда мы дошли до маркера переснимаем и начинаем вязать далее у нас четыре лицевые провязываем неоновым цветом далее три зеленым 1 2 3 далее три лицевые неоновым цветом 2 лицевые зеленые далее 8 лицевых неоновым цветом 2 лицевые зеленым цветом и остается провязать 2 лицевые неоновым цветом и далее раппорт узора повторяется и переход петель также мы будем повторять мы провязываем 4 неоновым цветом далее 3 зеленым 3 неоновым цветом и таким образом вяжем до маркера и заканчиваем ряд провязыванием 2 лицевых неоновым цветом перебрасываем маркер и вяжем второй ряд узора провязываем 3 лицевые неоновым цветом далее 4 зеленым 4 лимон 4 зеленым цветом 4 неоновым цветом 2 лицевые зеленым цветом 5 лицевых неоновым цветом и таким чередованием по схеме узора вяжем на необходимую нам высоту и когда сменяется нить вот у меня идет следующее вот это я стараюсь петли не затягивать то есть они у меня свободно даже немножко я как бы даже растягиваю обычно я вижу довольно плотно но в этом рисунке жаккардовом здесь этого делать не нужно и вязать нужно свободно то есть вот даже вот с таким натяжением даже без натяжения свободно нужно стараться вязать чтобы рисунок узор сам он не был перетянут я довязала последний ряд узора перехожу на низ неонового цвета и один ряд провязываю этой нитью все узор у меня уже закончился и вижу весь ряд этой нить я провязала ряд вот дошла до маркера и теперь нить зеленого цвета я могу обрезать возьму немножко побольше чтобы можно было кончики заправить так далее провязав один ряд далее начинаю убавлять петли так и делаю следующим образом провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стенку следующие 2 и так продолжаю и в результате в этом ряду у нас количество петель уменьшается в два раза и так продолжаю до конца ряда после провязывания этого ряда на спицах у меня стало 48 петель дальше переснимаем маркер и снова в этом ряду 2 петли провязываем вместе лицевой 2 2 и так далее я провязала ряд и после провязывания на круговых спицах уже становится не очень удобно вязать поэтому я перейду на чулочные спицы на круговых спицах сейчас 24 петли распределяю на 4 спицы получается по 6 петель на каждой спице вот распределила петли и теперь снова уменьшаем количество петель в два раза и теперь на каждой спице у нас должно получиться по три петли так уменьшили два и три так на этой спице три петли и так по кругу уменьшаем количество петель вот так сейчас выглядит макушка и все дальше мы петли уменьшать не будем я обрезаю нить чтобы можно было стянуть все петли и спрятать потом кончик с изнаночной стороны далее мне понадобится крючок вот хвостик и буду стягивать петли следующим образом спица и три петли я убираю спицу и придерживаю эти три петли ввожу крючок подхватываю нить и протягиваю через три петли нить вывожу и далее так я поступаю со всеми спицами три петли следим чтобы петли у нас не убежали никуда так так подхватили и протягиваем нить есть и так поступаем с оставшимися двумя спицами вот такая аккуратная макушка получается и теперь вовнутрь я прячу хвостик захожу крючком с внутренней стороны подхватываю и вытягиваю на изнанку и теперь с этой стороны мы можем рассмотреть как выглядит изнаночная сторона вот так в принципе довольно все получается аккуратно вот со всех сторон и петли не перетянуты потом о чем я говорила что когда мы вяжем мы петли не перетягиваем если бы мы перетянули то вот эти вот бы части они бы все были перетянуты а так после вытого это внутренняя часть петли будут тоже выглядеть очень аккуратно так теперь мы прячем хвостик неоновой нити и нам нужно еще спрятать хвостик зеленые нити и можно даже так по кругу пройти чтобы все было у нас спрятано и остается у нас еще спрятать петельки вот здесь вот здесь